135 лошадиных сил, двухлитровый двигатель, коробка-автомат и круиз-контроль от 9-го спортивного Mitsubishi Lancer, 750 килограммов веса и три колеса. Такой полумотоцикл, полуавтомобиль называют трициклом или трайком. Несмотря на то, что для езды на нем необходимы права категории А, он практически целиком состоит из автомобильных деталей, рассказал нам видновчанин Николай Шавлак, для которого это уже четвертый собственноручно созданный трайк. Свой первый трицикл он собрал в 15 лет. У нас на даче был маленький двигатель от электрона, из него мы делали трицикла, только обратно. У него было два колеса спереди, одно сзади. Второй был у меня из Запорожца. Это такой классический вариант был в районе 2000-х годов. Почти все трицикла делались из Запорожца. Для создания своего третьего трайка Николай использовал как машину-донор седьмой Lancer. На работу потратил пять лет. И это был первый трицикл, который он зарегистрировал и поставил на учет как транспортное средство. Там были некоторые нюансы, которые хотелось бы исправить. Второму пилоту было тяжело на большой скорости ехать, у него шлем сдувало. Он был достаточно неповоротлив, но на трассе держал очень хорошо. Ну и полтора литра, мне кажется, маловато для трайка. Так решено было делать четвертый трайк, устранив все недостатки предшественника. В качестве донора Николай взял девятый спортивный Mitsubishi Lancer. Сделал металлический сварной каркас рамы, а затем начал разрабатывать дизайн. Дизайнеры делали скетчи, потом я делал пластилиновую модель, после этого ты ее оцифровал и оцифровал, да, и вырезал на ЧПУ станке на фрезере и склеивал в полномасштабную модель. Так появился макет кузова в натуральную величину из пенополистирола. Затем его зашпаклевали и покрасили, тем самым подготовив к снятию матрицы. Снималась матрица, обратная форма этой поверхности целиком. И в этой матрице делался целиком вот этот монококон. А делался он как? Из-за эпоксидной смолы. Стекловолокно с эпоксидной смолой. Всего на создание этого трайка у Николая ушло около пяти лет. По сравнению с предшественниками в нем появились довольно уместительный багажник на 200 литров, подогрев ручек, удобные подлокотники, бардачки для пассажира и водителя, а также аудиосистема. Максимальная скорость по спидометру 220 км в час. Теперь, говорит Николай, подумывает о трехлитровом двигателе и новом трайке, ведь мощности много не бывает. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видно этого.